Друзья, в этом видео мы будем смотреть ролик TED и тренировать понимание на слух английской речи. И тема у нас очень интересная. Почему вода настолько важна для нашего организма? Зачем ее пить? И сколько рекомендуется выпивать воды ежедневно? Вы на канале English. Are you ready, guys? Let's start. Так, друзья, поехали. Сначала целиком слушаем предложения. Пытайтесь уловить главную суть. Незнакомые слова игнорируйте. Слушаем. Ну что, все поняли? Давайте еще раз переслушаем. Там были все-таки такие непростые слова и термины. Так. Отлично. Напишите в комментариях, сколько вы уловили. Так, а мы переходим к детальному разбору. Переслушиваем по фразам, и я подробно все комментирую и перевожу. Первое. H2O. Уловили? H2O. Что это? Давайте переслушаем. The H2O in our bodies. The H2O in our bodies. The H2O. Что это? Это же вода. Помните формулу из уроков химии? H2O. По-английски это the H2O. Получается, the H2O in our bodies. Вода в нашем организме. Body даже, организм, тело. В нашем организме. Что она делает? Works to cushion and lubricate joints. Works to cushion and lubricate joints. Works как будто бы работает. To cushion. Вы все знаете значение a cushion, как подушка, да, существительная. Но здесь глагол. To cushion. To cushion это смягчать в данном случае. Получается, вода как будто бы работает, чтобы смягчать. При переводе работает мы убираем и оставляем просто. Вода смягчает. И что еще? And lubricate joints. Lubricate как будто бы смазывает. Joints это суставы. Да, вода, получается, смягчает и смазывает суставы. Дальше, что она еще делает? Regulate temperature. Регулирует температуру. Очень просто. And to nourish the brain and spinal cord. And to nourish the brain and the spinal cord. Здесь уже сложнее. To nourish это вообще питать. Получается, to nourish the brain. Вода питает мозг. Да, the brain это мозг. And the spinal cord. Кто не знает, запишите. Spinal cord это получается у нас спиной мозг. Spinal как будто бы спиной, да, на словом переводе. И cord как шнур. Ну, там же мозг такой длинный, да, в позвоночнике. Поэтому как спиной мозг, вот спиной шнур. Так можно перевести как будто бы. Давайте переслушаем целиком и еще кое-что я прокомментирую. The H2O in our bodies works to cushion and lubricate joints, regulate temperature, and to nourish the brain and spinal cord. Хорошо. Смотрите, что еще важно знать. Как я уже сказал, to cushion это глагол. Смягчать, уменьшать или сглаживать какие-то негативные эффекты, последствия. Довольно формальное использование слова. В значении подушка это, конечно, неформальная речь. А вот to cushion, смотрите, такой можно пример записать. This scheme can cushion the effects of economic shocks. То есть эта программа или схема может смягчить последствия экономических шоков. Видите, такая формальная прям формулировка. Какой-то экономический текст, видимо, был. И там to cushion используется. Дальше. Joins. Это суставы, я уже сказал. Joins, суставы. Как запомнить? Смотрите, есть глагол to join. To join это присоединяться или соединять, объединять массы значений. Так вот, сустав как раз, он же соединяет кости. И мы можем шевелить ногами, руками. Вот оно, да? To join. Соединять, объединять. A joint это сустав. Joins это суставы. Все очень просто. Кто не знает, спешите. Далее. To nourish, как я уже сказал, это питать. А nourishing тоже можно сразу же выучить еще слово. Почему нет? Почти то же самое прилагательное. Нуррishing это питательный. Обычно nourishing food, то есть еда питательная или meal. Как пример. Nourishing food makes you healthy. То есть питательная пища делает тебя здоровым. Такое предложение можете записать. Nourishing food. Вот оно, да? Питательная пища. Ну и spinal cord, кто не знал такой термин из биологии, анатомии. Это спинной мозг. Друзья, давайте переслушаем еще раз целиком предложение и двигаемся дальше. The H2O in our bodies works to cushion and lubricate joints, regulate temperature, and to nourish the brain and spinal cord. Water isn't only in our blood. Все очень просто. Давайте еще раз переслушаем. Water isn't only in our blood. Вода isn't only in our blood. Blood это что? Это кровь. Получается, вода не только в нашей крови. Да, на самом деле это странно. Вроде думаем, где жидкость? Ну, кровь явно. На самом деле нет. Сейчас будут такие интересные факты, о которых я сам не знал. Вам тоже будет любопытно. Слушайте внимательно. Ну, и здесь что самое важное. Слово кровь, хотя там две буквы О, думаешь, ну, это как слово книга. Две буквы О, это звук У. Бык. Нет. Слово blood, там произношение именно А. Blood. Blood. Краткий звук А. Запомните. Blood. Это кровь. Blood. Давайте переслушаем и следующая реплика. Water isn't only in our blood. An adult's brain and heart are almost three quarters water. Угу. Про brain опять, да? Про мозг. Давайте еще раз переслушаем. An adult's brain and heart are almost three quarters water. Да, получается. Первое было an adult's. Что там? Давайте переслушаем. An adult's brain. An adult's brain. То есть adult или adult, это взрослый. Получается adult's brain, мозг взрослого. И что еще было? And heart. And heart. И сердце. Значит, сердце и мозг взрослого. Что там? Are almost three quarters water. Are almost three quarters water. Are almost, как бы, есть, почти, almost, почти. Three quarters. Три четверти. Water. Это вода. Мы перевели дословно. Как сделать красивый перевод? Мозг и сердце взрослого человека почти на три четверти состоят из воды. Вот такой будет уже красивый перевод на русский. Очень странно, да? Сердце, мозг, две трети, вода. Я этого, честно, не знал. Знали ли вы? Пишите в комментариях. Давайте переслушаем и двигаемся дальше. Следующее про банану ловили. Давайте еще разок по фразам. Это значит примерно, приблизительно, да, примерно. Это примерно эквивалент. Дальше. To the amount of moisture. Amount – количество, мощь – влага. То есть, эквивалент количества влаги. In a banana. In a banana. То есть, в банане. Ну, это был дословный перевод, не очень красивый. Если делать художественный перевод, то получается, это примерно равно количеству влаги в банане. Да, очень просто это звучит. Кто не знает слово roughly, запишите. Это примерно, приблизительно. То же самое, что about. About или roughly. Или еще есть тоже формальный довольно такой вариант. Approximately. Да, слово approximately. Это тоже примерно, приблизительно. Кто не знал эти слова, запишите. Roughly, about, approximately. Это все примерно, приблизительно. Дальше. Кто не знал the amount of – количество для неисчисляемых существительных. Мощь – это же влага, мы ее не можем посчитать. Поэтому именно the amount of moisture – количество влаги. Отлично. Давайте дальше слушать. Лунгс – это легкие. И что с ними? Ловили? Давайте еще раз. Лунгс are more similar to an apple. То есть легкие are more similar. Являются более символопохожие. To an apple – яблоко. То есть с яблоком похоже. Пока дословный перевод делаем. И дальше был процент. Сколько? Ловили? Давайте еще раз. At 83%. At 83%. То есть на уровне 83%. Мы перевели дословно. Давайте теперь сделаем красивый художественный перевод на русский язык. Легкие больше похожи на яблоко. 83%. То есть речь про состав воды в легких, да? То есть получается реально 83% – это почти и вода. Другими словами. Очень интересно. Кто не знал, lungs – это легкие. Запишите. A lung – одно легкое. Lungs – это два легких. Similar to – знакомое или новое выражение? Кто не знает, тоже запишите. Similar to – это похожий на что-то или схожий с чем-то. Часто после similar именно предлог to используется. Similar to something. В данном случае similar to an apple. Это похоже на яблоко. И сейчас будет самое интересное. Слушаем дальше. Bones – это что? Это кости. Давайте еще раз прислушаем. То есть кости, которые, казалось бы, твердые, но тем не менее там есть вода и очень много. Вы услышали сколько? Значит, смотрите, самое начало. And even seemingly dry human bones. And even seemingly. And even seemingly. Это и даже, казалось бы, такие можно варианты использовать. Dry – это сухой. Human bones – это человеческие кости. Дальше цифры. Are 31% water. Получается, являются на 31% водой. Это был дословный перевод. Если сделать красиво, то и даже, казалось бы, сухие человеческие кости на 31% состоят из воды. Представляете? Треть вода в костях. Но именно, для меня это было просто shocking news. Шокирующая новость, так скажем, да? Что есть было интересного? Смотрите. Seemingly. Seemingly. Есть глагол to seem – казаться. To seem – казаться. А seemingly – это на вид, по внешнему виду, казалось бы. Вот такие варианты перевода можно использовать. Кто не знал, тоже запишите. И слово bones – одна – это a bone, много – это bones. Кости – произношение. Многие ошибаются и говорят bones. Это не bones, это bones. Bones. Там o, звук o, двойной, да? Bones. Запомните. Bones – это кости. Отлично. Давайте переслушаем целиком и двигаемся дальше. Хороший вопрос. Все поняли? Давайте по фразам переслушаем. If we are essentially made of water. То есть, if we are, если мы essentially, как будто бы, по сути, по существу, made of water, как бы сделанное из воды, ну, состоим из воды. Дальше. And surrounded by water. And surrounded by water. Surrounded – окружается, значит, окружены водой. Why do we still need to drink so much? Why do we still need to drink so much? То есть, why do we, почему мы, still все же, need to drink, нужно пить, so much, так много. Опять же, был дословный перевод, но я думаю, что вы суть уловили. If we are essentially made of water and surrounded by water, why do we still need to drink so much? Если говорить красиво, то можно сделать такой вариант. А если мы, по сути, состоим из воды и окружены водой, почему нам все равно нужно так много пить? Да, это уже красивый, хороший перевод на русский язык. Смотрите, здесь уже есть кое-что интересное. Слово essentially. Кто не знает, запишите. По существу, по сути. Да, такой перевод. Essentially. Значит, made of water. Кто не знает предлог? Made of water. Сделан из чего-то. На данном случае made of water, сделанный или стоящий из воды. И дальше. Surrounded. Как я уже сказал, есть глагол to surround. Это окружать. А surrounded это окруженный. Как причастие. Остальное все, в принципе, было очень просто. Ребята, согласитесь, что смотреть видео в оригинале это отдельное такое удовольствие, отдельный кайф. И если вы хотите делать то же самое, научиться понимать на слух английскую речь, и научиться свободно говорить по-английски, то ключ к успеху это системное изучение английского языка, что и предлагает онлайн школа английского Inglex. В Inglex для вас подберут квалифицированного преподавателя и составят программу занятий, которая отвечает вашим целям и задачам, чтобы вы максимально быстро пришли к результату. Занятия в Inglex проходят по коммуникативной методике. Это значит, что с самых первых уроков вы будете говорить на английском языке. А вы знаете, что чем больше вы говорите, чем больше вы тренируетесь, тем лучше получается, тем быстрее вы заговорите на английском. И, друзья, для всех новых учеников у школы есть классное предложение. При оплате любого пакета занятий вы вводите промокод Alex и получаете еще три урока бесплатно с русскоязычными преподавателями. В описании к этому видео ссылочка. Переходите и занимайтесь. Давайте переслушаем и двигаемся дальше. Да, опять же, я этого не знал. Вы уловили суть? Давайте переслушаем. Well, each day, то есть, ну, каждый день. We lose, это мы теряем. Сколько мы теряем воды? Уловили? Давайте переслушаем. Это получается от двух до трех. То есть, ежедневно мы теряем от двух до трех литров. Through our sweat. Through это не сквозь, а скорее через. По-русски мы говорим через. Значит, через our sweat. Это пот. Значит, мы теряем жидкость через пот. Ну, согласен, да, очевидно. Urine. Это моча. Через мочу. Ну, да, тоже, тоже согласен. And bowel movements. Bowel movements, что это? Bowel это кишечник, кишки или кишка, movements, движения. В общем, это опражнение кишечника, когда мы ходим в туалет. Ну, да, согласен. И самое интересное. And even just from breathing. And even just from breathing. And even just и даже from breathing при дыхании. Да, breathing это дыхание. Получается, ежедневно от двух до трех литров мы теряем. Просто, когда ходим в туалет, дышим, потеем. Даже трудно представить, что целых два или три литра. Огромная бутылка. Как будто бы воды. Очень интересно. Давайте переслушаем и кое-что прокомментируем. Well, each day we lose two to three liters through our sweat, urine and bowel movements. And even just from breathing. Отлично. Запишите, кто не знал, слово sweat. Sweat это пот. Именно sweat. Sweat. Кстати, слово sweater это же sweater. Как будто бы надели и потеем. Да, такая ассоциация. Легко запомнить. Sweat. Дальше urine, слово, кто не знал, тоже запишите. Это моча. И смотрите. Bowel это именно кишка. Bowel. А из множественного числа, bowels, это кишечник или пищеварительный тракт. Какие опять же биологические названия, анатомия человека, кто хочет это выучить, вот запишите. Bowel, bowels, тоже полезное слово. Да, друзья, получается, что мы на самом деле практически вода. Даже кости на треть это жидкость. Очень странно, но да, это факт. Ладно, легкие, сердце, можно понять, но кости. Окей. И смотрите, 2-3 литра в день мы теряем. Это очень много. Слушаем дальше. Что теперь с этим делать? Это же самый главный вопрос. Так. Логично. Поняли? Давайте переслушаем. While these functions are essential to our survival. While these functions are essential to our survival. While это в то время как или когда. Или вообще хотя. Хотя these functions, эти функции, которые мы прочитали, да, только что. These functions are essential. У нас был essential, а теперь essential. То есть эти функции необходимы или важны. To our survival. Survival это выживание. То есть, хотя эти функции важны для нашего выживания. Дальше. We need to compensate for the fluid loss. We need to compensate for the fluid loss. We need to compensate. То есть, нам нужно как бы компенсировать for the fluid loss. Fluid это жидкость. Лoss, потеря. В общем, потерю жидкости нам нужно компенсировать. Да, это логично. Смотрите, что здесь. While это не только когда, в то время как. Это еще хотя. В данном случае такой перевод лучше звучит. Дальше. Essential. Essential как раз вот именно необходимый, основной, очень важный. Кто не знает, запишите. И как пример, допустим. Speed is essential for this game. В этой игре важна скорость. Ну, скажем, хоккей, там или что-нибудь еще. Essential. Очень хорошее слово. Основной, необходимый, очень важный. И слово survival. Если вы ни разу не слышали, то нужно выучить, потому что есть глагол to survive. To survive это выживать. Ну, или выжить, уцелеть. После чего-то там, катастрофы, неважно чего. А survival это выживание. То есть, to survive выживать. Survival выживание. Ты не знал, запишите. Сразу же два слова тоже можно выучить. И compensate for, компенсировать. Ну, это все легко. Fluid loss. Loss, как будто бы lose, терять. А loss это потеря. Loss это потеря. И fluid это жидкость. Мы знаем такое слово fluid. Хотя это не жидкость, скорее больше это в воздухе. Но, тем не менее, fluid в английском это жидкость. Давайте переслушаем. While these functions are essential to our survival, we need to compensate for the fluid loss. Да, друзья, это очевидно, что нужно компенсировать потерю воды. И теперь самое интересное. Сколько же нужно выпивать воды в день мужчинам и женщинам? Потому что литражность, скажем, отличается. Давайте слушать. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women. Было много цифр, уловили. Давайте еще раз переслушаем целиком. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women. В общем, женщинам нужно пить меньше. Понятно, да? Ну, женщинам и так меньше обычно по весу. Ну, все понятно. Давайте по фразам переслушаем. The recommended daily intake. The recommended, как бы рекомендуемый, daily, ежедневный. Intake это вообще потребление поглощения. Значит, ну, видимо, рекомендуемый ежедневный объем потребления воды. Такой сложный перевод на русский, но зато красиво. Значит, что там с ним? Varies. Varies. Что это? Это значит различается или варьируется. И как он варьируется? From between to... From between. От. И потом между. От. Между. Потому что дальше две цифры. Какие? Слушаем. 2.5 to 3.7. 2.5 to 3.7. Point это точка. Как будто бы 2.5. 2.5. 2.5. 3.7. 3.7. Получается от 2.5 литров. 2.5, да? 2.5. От 2.5 литров до 3.7. 3.7 литров. 3.7, да? Значит, 3 литра и 700 миллилитров. И это для кого? Liters of water for men. То есть, литров воды для мужчин. Видите? От 2.5 до 3.7 литров для мужчин в день. Ну, это очень много, да? Это очень много. И... And about 2 to 2.7 литров for women. And about 2 to 2.7 литров for women. Тут уже поменьше. И примерно от 2 to 2.7 до 2.7 литров для женщин. Получается от мужского максимального минус литр. Это уже будет женская норма. А в любом случае 2 литра-3 нужно в день выпивать. По мне, так это очень много. Напишите в комментариях. Вы пьете столько воды в день? И, кстати, потом в видео говорится, что не обязательно вода. Вода это важно. Но можно пить и другое. Другие жидкости, но, тем не менее, хотя бы часть должна быть именно чистая вода. Друзья, intake. Слова intake, как будто бы in это в. И take брать, в брать. Это поглощение потребления. Как я уже и сказал. Как здесь daily intake of water. Это ежедневный объем потребления воды. И дальше был интересный глагол to vary. Да, это не vary, как очень. Это vary. Vary. Варьироваться, меняться, изменяться. Vary. Кто не знал, тоже зафиксируйте. И такое можно записать пример. Prices vary from 10 to 15 dollars. Prices vary. То есть цены варьируются в пределах от 10 до 15 долларов. Глагол to vary, в принципе, довольно часто используется. Кто не знал, запомните. Ребята, давайте целиком переслушаем, что мы только что разобрали. The recommended daily intake varies from between 2.5 to 3.7 liters of water for men and about 2 to 2.7 liters for women. Все, отлично, вы большие молодцы. Great job. Пишите в комментариях, как вам вообще уровень сложности. Было легко, трудно или нормально по силам. Тут в чем был, так скажем, минус. Много было терминов. Биология, анатомия. Но, тем не менее, месседж, такой посыл, смысл довольно простой. И, конечно же, полезный. Надо знать, что на самом деле вода важна для организма. И она питает не только кровь, но вообще мозг, суставы. Это все-все у нас вода. И поэтому пить их можно больше жидкости.